Так ведь чудеса случаются. И чудо очередное – выставка продукции, производимой в Республике Индия в городе Магнитогорске в конце сумбурного и непонятного года во дворце Рамазана. В действительности много чего. В действительности малопонятно, что большинство из представленного делается вручную. Дело в том, что все здесь сделано вручную. Это выставка народного творчества народов Индии. Но вообще-то, как бы там сказать сложно, народов Индии, их 2 миллиарда человек. Вот часть из этих людей занимается вот этими столами из тикового дерева. Дело в том, что вот этот стол вы, в принципе, можете по специальной цене здесь купить. Он очень уникальный. Все, что здесь сделано, выполнено вручную. То есть везде вбит бронзовый орнамент. Но одна из особенностей этого стола – его никогда чистить не надо и протирать. Дело в том, что на нем пыль не скапливается. Если внимательно посмотреть, то здесь, опять же, с помощью специальных трафаретов выбиты дырки, пыль просто туда провалится. Я, конечно, понимаю, что покупательская способность у нас не та. Но в космос здесь не верят, в смысле, в космические цены. Все, что для женщин – или практически даром, или стоит смех. Но полное представление о шопинге гаанского стиля присутствует. Свою первую поездку в Индию в 2005 году мы специально проехали до Бомбея, чтобы моя супруга, которая является владелицей коллектива восточного танца Амрита, закупила себе большое количество сари. Настоящая сари имеет длину 6 метров. Вот она. Трехметровая. Но до Бомбея ехать не надо. Бомбей к вам сюда проехал. А еще здесь много бижутерии. А еще на выставке представлены оригинальные камни, размеров которых в российских ювелирных салонах вы просто не найдете. Естественно, жемчуг. Очень высокое качество. Естественно, некоторые вещи достаточно дорогие. Но это настоящий жемчуг. Можно на язычок попробовать. Придите, вам дадут попробовать. Кстати, очаровательные девушки, консультанты. Дело в том, что все, что тут не делается, это все благодаря им. Они здесь помогают. А господа из Индии, они организуют лекции. К примеру, о том, как можно легко полечить раковую опухоль в 10 раз дешевле, чем это делается в России. Нормальные сведения, да? Ну так вот, сейчас такая классная шточка, такие бусы из настоящего жемчуга стоят примерно 2000 рублей. Скажем честно, на Гуане стоят подешевле. Но зато к концу рабочей недели у вас будет уникальная возможность попробовать все это по гуанской цене. А сейчас приходите, приценивайтесь и покупайте. И все-таки нужна большая информация. А ее вы можете почерпнуть уже благодаря мне. Дело в том, что с некоторых пор у меня дурная особенность получать медицинские услуги за бугром. В случае с Турцией, это услуги экстра-класса по комфорту, которым нет равных у нас, и они в три раза дешевле российских. В случае с Индией, это в 10 раз дешевле. По лекарствам практически ничего не стоит в смысле общения с врачами. Это очень интересно видеть народное творчество народов Индии. Но как не прилечу я на Гуа, как не приеду в Индию, вообще убеждаюсь в том, что у вас рай какой-то в смысле медицины. Да, это потому, что у нас очень высокий уровень подготовки докторов. Отличное, высококачественное оснащение клиник. Мы имеем много госпиталей и медицинских центров, в которых вы можете получить очень качественное медицинское обслуживание, как операционное, так и последующая терапия. И все это, если и не бесплатно, то очень дешево. Это все только для граждан Индии, или на это могут рассчитывать не те, кто приезжает в гости, или на постоянное место жительства. Да, для иностранцев тоже. Нам нет разницы, граждане вы Индии или приезжие. У нас все равны. Вы всегда найдете возможность поправить свое здоровье и получить услуги должного качества у нас. Так может быть лучше не только путешествовать по Индии, а получать у вас достойное лечение? Это все, если честно, зависит от вас. Хотите, приезжайте в Дели, хотите в любой другой город. Медицина везде хорошо развита. Есть такие города, как... Это действительно большие города, в них большие госпиталя и медицинские центры. Так что везде решаются медицинские проблемы независимо от места жительства. Ну а я открою вам интернет. Так получилось, что рак у нас внезапно удел практически каждого первого. Но цены. Здесь 15 тысяч рублей за ампулу. У вас 1500. Это вообще как? Да-да, у нас на все цены ниже. На все. На медицину, на лекарства, да на вещи. Посмотрите сами. Ну а то, что мы еще не смели всю продукцию, так это ваш косяк. Цены мизер, вещей море. Выставка закончит работу 16 декабря. А там ведь Новый год, и пощеголять-то в индийском, это клево. А то опять ждать придется до следующего раза. А когда он будет, непонятно. Продолжение следует...